Доброго весеннего дня, уважаемые зрители канала Садовый мир! Календарная и климатическая весна все-таки вступает в права и у нас в Нижегородской области, в частности вот у меня уже в теплице, полностью готова почва для посадки самой первой, самой вензитаминной зелени. Я приехала на участок, убедилась в том, что почва полностью оттаяла, она вот уже в такой вот смотрите, в технической полностью готовности, даже придется поливать, снега в этом году не было, чтобы запасти его, было в теплицах, поэтому будем пользоваться дополнительным поливом. Но зато полностью готовая, рассыпчатая, просохшая почва для посадки раннего зеленого лучка. И еще я посажу на раннюю витаминную зелень, именно на зелень, оставшиеся от хранения головки чеснока, которые зелень проросточки я буду использовать для добавки в салаты, как и многие из вас. Я сейчас расскажу, что буду использовать для посадки этой своей первой зелени. Теплицу я уже заранее подготовила, об этом смотрите в материалах наших других роликов тематических. В почву я буду добавлять адресное, полностью готовое к применению удобрение гранула фаска 5М лук-чеснок, который обеспечит все необходимое для питания нашим первым зеленым культурам. Давайте сейчас начнем, подготовим грядку, внесем удобрение, и я расскажу обо всем подробнее. Вот мы приступаем к обработке посадочного места. Как я говорила, грядки я буду проходить плоскорезом. Почва уже просохшая, рыхлая, солнышко светит, нам помогает. Берем плоскорез и на глубину самого лезвия обрабатываем. Сантиметр за сантиметром рыхлим нашу грядку. Насыщаем ее воздухом, разбиваем все комочки. Делать это очень легко. Я давно уже отказалась от перекопки почвы, работаю плоскорезом. Минус в том, что в этом году у нас очень сухо в теплицах придется поливать. Аналогичным способом я сейчас подготовлю все грядки. Буду делать это, как я говорила, уже плоскорезом. Покажу, как отмеряю готовое полностью адресное удобрение для лука и чеснока. Немножко подробно расскажу о нем. Давайте отмерим на весах нужное количество удобрения. Замечу сразу, в защищенном грунте, то есть в теплице, я буду использовать 140 грамм на один квадратный метр. Делать я это буду при помощи обычных кухонных весов и мерного стаканчика. Вот такой у меня пищевой контейнер. Ставлю его на весы и насыпаю 140 грамм гранулированного удобрения. Все, вполне достаточно. Вот такая норма расхода у меня будет при рассыпании поверхностно на один квадратный метр. Вот обратите внимание, удобрение достаточно крупно гранулированное. Для чего это нужно? Все пять необходимых компонентов, элементов питания находятся именно в нем. Азот, фосфор, калий, магний и кальций. Все, что нужно для нашего лука и для чеснока. Гранулы с поливом за счет влажности и буферного запаса влаги в почве будут постепенно разбухать, и они будут действовать пролонгированно. То есть они будут постепенно на протяжении всего срока выращивания нашего лука, всего срока вегетации питать наши растения. Нам достаточно будет только лишь поливать. Сейчас я вот это количество, отмеренное, 140 грамм для использования в теплице, вношу на один квадратный метр поверхностно и заделываю его опять на глубину всего лезвия площадь скореза. Если вы пользуетесь лопатой, переворачивайте, заделывайте на полштыка ровно, ни глубже, иначе наше удобрение на крышке лука не достанут. Не убивайте его слишком глубоко в почву. Приступим. На примере буквально небольшого участка грядки я покажу, как я заделаю вот это комплексное удобрение фаской 5М гранулы для лука и чеснока на поверхность почвы. Это основная наша подготовка под посадку. Распределяем удобрение, отмеренное на одном квадратном метре. Поверхностно. И после этого я его сейчас буду заделывать плоскорезом в почву. Работаю привычным для себя инструментом, плоскорезом. То есть сейчас я беру большой плоскорез фокина с длинным лезвием. Это ровно получается на полштыка лопаты, если выработать традиционным инструментом. И заделываю рассыпанный по поверхности наш комплекс питания гранулы фаска 5М для лука и чеснока. Смотрите, видите, равномерно все легко просыпается внутрь, на глубину доступную для питания растений. Все, это у нас основная подготовка. Всю грядку я сейчас таким же образом пройду. Остальные тоже. Единственное, что сразу... Вот работаю опять плоскорезом, видите, выравниваю грядочку, потому что сейчас буду поливать. Тут, видите, частички еще мульчим, полуперепревшего перегноя. Это все не помешает. Все, выровняли чуть-чуть. И берем сверху, равномерно увлажняем. Влагу не жалеем, потому что достаточно сухо в теплице. Сейчас питается, еще раз пролью. Удобрение в почву внесено, грядки политы. Наши солдатики-гранулы уже начинают свою работу. Им нужно время, поэтому мы откладываем посадку лука еще буквально дней на 7. Вернемся через недельку к этой работе. Видите, у нас еще лежит снег, поэтому у нас запас по времени есть. Начало марта. Встретимся через недельку. Неделя пролетела незаметно, и снова у нас хорошая погода, тянет в сад. И пришло время все-таки высадить наш ранний лук на зелень и чесночок. Я использовала остаточки чеснока-земняка, самые мелкие выбирала, которые у меня некоторые даже в виде проросшей. На зелень это будет отличный вариант. И еще отсортировала лук-севок, выбрала самые крупные луковки, которые я планирую потом в основную культуру в грядку посадить. Кстати, буду для заделки в почву использовать тоже гранулу 5М от фаска для лука-чеснока. Единственный маленький нюанс. Норма заделки в открытый грунт меньше. Если мы здесь защищенный грунт отмеряли, помните, 100-140 грамм на квадратный метр, то в открытый грунт достаточно будет 100-120 грамм. Вот смотрите, вот такой величины у меня лучок. Он даже просится немножечко уже прорастать. Я намечаю бороздочки. Видите, почва уже достаточно влажная. Я ее пару раз уже поливала. Делаю небольшой гребешок. Второй. И до высева и высадки основных культур в теплицу мы уже успеем наш урожай собрать. Беру луковки и прямо высаживаю на гребешок. Почему я не сажаю лук близко к стенке теплицы? Лук и чеснок хладостойкие, конечно, культуры. Уже пора сажать. Но если вдруг будет какое-то резкое понижение температуры, я поставлю небольшие доги и укрою их пленкой. Тем самым уберегу нашу зелень от крутых морозов. Луковки располагаю на гребешке. На расстоянии примерно 4-5 см. Можно чаще, если хотите, место сэкономить. Но я вот на таком расстоянии сажаю. Сильно не заглубляю. Наше удобрение уже вовсю работает. Аналогичным способом я сейчас посажу весь лук. У меня не одно такое ведерко. Семья большая, зелени много нужно. И вторым рядом идет чесночок. Здесь у меня будет лук. Здесь будет у меня чеснок. Чеснок чуть-чуть поглубже я заделываю. Вот так. Вот даже с росточками есть у меня уже посадочный материал. Значит, вот-вот уже зелень у нас будет на подходе. Вот практически наши все зубчики посажены. Чесночка, конечно же, меньше сажают. Так, для разнообразия. Многие из вас, наверное, знают, что лук и чеснок в зелени гораздо больше содержат полезных веществ, элементов и витаминов, чем сама луковица, либо долька чеснока. А сейчас, во время витаминоза, ранней весной, это очень актуально. Вот мы с вами и посеяли первенцев наших пионеров на грядках. Это лук и чеснок. С нетерпением ждем первые зелени. А буквально на днях уже будем высевать и остальную зелень. Но об этом мы расскажем вам чуть позже. Всего доброго. До новых встреч и первых вам витаминов. Субтитры подогнал «Симон»